я сегодня пока добиралась до студия попала в пешеходную пробку то есть как это было я поднимаюсь по университетской и посреди дороги я не знаю как это по-другому назвать пешеходная пробка я вообще человек неконфликтный мне несложно если что толпу людей просто взять добавить ну да но меня просто калит и вымораживает то до какой степени дошла человеческая невнимательность то есть ну вот эти ребята которые встали посреди дороги их не обойти ни с какой стороны потому что они как газ в сосуде они просто распределились по всей площади тротуара и ну вообще и тут автомобилисты ряды такие раз мы страдаем в пробках то и вы тоже страдаете в пробках но неприятный ну конечно в этот случай это как бы каплю в море но вот из таких мелочей складывается и не знаю апокалипсис постепенно я не знаю что это наше общество катится просто добрый день уважаемые телезрители меня зовут маргарита михайлова и со мной в студии сегодня айнур хадеев учитель русского языка и литературы айти лице казанского федерального университета айнур васильевич добрый день я очень рада что у нас получилось сегодня встретиться чтобы подискутировать на эту тему потому что вот в отличие от нашего безопасного пространства под парашютом обществе как будто уже ну не так безопасно становится и в принципе правила общественного поведения конкретно как-то в законодательстве не закреплены но разве что в конституции прописан что мы не можем нарушать все личные права и границы других людей как вы вообще думаете насколько целесообразно в принципе соблюдать правила общественного поведения если они нигде не закреплены Вопрос очень комплексный. Тут нельзя сказать просто «да, надо», «нет, не надо». Во-первых, раз уж мы устраиваем такой дискурс, давайте разделим, что вот есть законы, они очень четкие, очень понятные. Если я ударю вас ножом, нельзя. Не надо мне ножом бить. Есть санкции, очень четко прописанные, с циферками, с наказанием, все очень понятно. Более того, если я буду шуметь на улице в общественных местах после какого-то времени, это тоже прописано законом, такое нельзя, тоже накажут. Очень четко, очень понятно. Что будет, если я стою на дороге и мешаю остальным людям пройти? Ну, как это прописать законом? Даже если мы скажем, что это нужно прописать законом, есть слишком много нюансов, которые не подвергаются бюрократии, их нельзя писать буквой закона. Здесь мы столкнемся с проблемой, что правила представители разных культур могут понимать по-разному. В тюркских народах, в какой-нибудь Турции или в тех же арабских странах, нормальным считается, что если взрослые гетеросексуальные мужчины при встрече чмокают друг друга в чочке, это нормально. Это правило общественного поведения. Здесь, если мужчины будут таким заниматься, прохожие могут воспринять это как, если это будет общественное место, прохожие могут воспринять это как, что они себе позволяют. У нас в нашем обществе так не принято. Вот, поэтому первое, с чем мы столкнемся, если попытаемся это бюрократизировать, это нужно решить, а что будет нормой, что будет ненормой. И почему? И кто должен это решать? Есть вещи, которые нельзя официализировать, бюрократизировать. Вещи, которые должны исходить из нутра человека, из самого человека. И тут мы переходим к следующему сложному вопросу. Почему люди нарушают правила общественного поведения? Почему люди агрессивно водят на дороге? Почему люди не уступают места, как это в автобусах объявляют пассажирам с детьми, беременным женщинам, пожилым и все кому-то там? Почему люди позволяют или считают правильным громко слушать музыку на этих бульту в колонках, в общественных местах? Почему пешеходы ходят по велодорожкам, а флосипедисты ездят по тротуарам? Почему это все происходит? Условно, две группы людей. Люди могут нарушать правила общественного поведения, потому что они банально их не знают. Либо в моменте они о них не думают. Ну вот, например, я вот студент со своим огромным рюкзаком. Меня сегодня весь день валили на сессии. И я очень груженный в своих мыслях, думаю, и что же теперь, как же дальше жить? Захожу в этот несчастный автобус, троллейбус метро со своим рюкзаком, и все об этот рюкзак стукаются, и вроде он им мешает, и вроде мне бы по-хорошему нужно его снять, потому что это правило общественного поведения. Но я вообще об этом не думаю. Я настолько погружен в свои мысли, что меня не особо волнует, беспокоит. Но не потому, что я не хороший человек, не потому, что я урод. Просто я сейчас об этом не думаю. С другой стороны, если кто-нибудь меня окликнет и скажет, мол, человек, пожалуйста, снимите этот рюкзак, тут же вот мешаете, я, конечно, скажу, хорошо, извините, пожалуйста, тут же сниму, и вот буду продолжать ехать так. Либо о каких-то правилах я вообще могу не подозревать. Не знаю, люди, которые первый раз летают на самолетах, они не особо понимают, как нужно контактировать, там, не знаю, с соседом по своему ряду, что можно делать, что нельзя делать. Потому что, ну, он вообще не понимает, он первый раз с этим столкнулся. Если там еще человек с какой-нибудь периферией, где он привык к более понебратским отношениям, потому что там, не знаю, в деревнях все друг другу братья, не знаю я про это. Ну что теперь, я прям виноват, что ли, настолько? Ну не рассказали мне про это, что я теперь сделаю? Это отдельная группа. Мы не можем их обвинять в том, что они, ну, назовем это, уроды, нехорошие люди. Нет, они просто не знают. Если им объяснить, они будут придерживаться, по крайней мере, стараться придерживаться этих правил. Будут стараться как можно меньше нарушать права и свободы других людей. Вторая группа гораздо более печальная, с ней работать будет гораздо сложнее. Люди, которые абсолютно точно знают, что вот прямо сейчас я залезу в его права. Прямо сейчас я припаркую машину так, что тут нельзя будет проехать с коляской. Прямо сейчас я, ну не знаю, отпущу своего ребенка в свободное плавание в кафе, так что он будет мешать всем-всем-всем на свете, и посетителям, и сотрудникам. Прямо сейчас, ну не знаю, я включу в маршрутке по видеосвязи, по WhatsApp'у своих, свою семью, своих друзей, и мы будем на всю маршрутку шутить анекдоты. Слишком жизненные ситуации. Они понимают, что, наверное, не наверное, скорее всего, я этим создам неудобства окружающим. Но пускай. Откуда берется это пускай? Пускай я буду всем мешать. Пускай терпят. Если что-то не нравится, терпи, ну не знаю, иди в полицию, не знаю, еще что-нибудь, если это там про парковку, там, вызови гаишников. Если это в автобусе, то просто высадись и на другом автобусе поедь. Откуда это берется? Вообще, вот эта вот тенденция на... Ну, то есть, если еще более исторически, там, хронологически посмотреть, откуда это берется, это из атомизированности общества. История про то, что каждый сам за себя. Я отвечаю за себя. Ну, условно, за свой, там, ближайший круг семьи, родственников. А все остальные? Нет, не моя проблема. Что с ними происходит? Не моя проблема. Понятно, что не должно быть такого, что я решаю проблемы всех окружающих людей. Но, по крайней мере, я должен быть чутким, эмпатичным к их правам. Не потребностям, а хотя бы правам. И должен влезать в их права. Но если я изначально атомизирован, если я изначально живу сам для себя, если я изначально вырос с мыслью, мир жесток в этом мире, все меня готовы сожрать, а я должен быть, как волк, что за лев это тигр, я должен быть такой, тогда, конечно, мне будет плевать на них. Конечно, мне будет плевать на то, кому я создам неудобства. Потому что, возвращаемся к воспитанию человека, потому что в воспитании мне это заложили. А закладывается это маленькими-маленькими дольками, маленькими кусочками. Например, представьте, что вы ребенок, вы едете с отцом или с матерью в школу, или еще куда-то едете, вот с семьей. Вы ребенок, поэтому вы очень восприимчив ко всему, что происходит вокруг. А еще вы едете с самым близким, уважаемым человеком для себя, с примером для подражания. И вот вашего отца подрезает какая-нибудь газелька или какой-нибудь таксист. И отец, которого и так уже все так сильно достало в жизни, а тут еще и вот этот, он на этого другого водителя вырубился. Вот ты урод, да пошел ты. Маленький ребенок, как это воспринимает? Он видит, что мой образец для подражания абсолютно незнакомого человека. Ребенок же не понимает, за что. Для ребенка же не важно, что вот там надо было не через одну полосу, а через там как-то по-другому сделать это. Он не понимает, он видит, что вот есть люди вокруг, а мой отец незнакомым людям вот так вот обращается. Ну, оскорбляет, унижает, там вариативно. То есть там все зависит уже от словарного запаса и степени злости водителя. И такого может накапливаться в детстве очень-очень много. Потому что, ну, будем откровенны, толерантность, этичность, вежливость, терпимость к ошибкам других — это не наши сильные стороны. понятно, что нельзя говорить за всех, нужно как-то, в общем, основываясь на своем круге общения говорить. Но терпимость к ошибкам других, в основном, это не то, что пропагандируется и развивается в детстве в людях. Нетерпимость к ошибкам других — о-о-о, очень-очень-очень. Нетерпимость к ошибкам чужих людей, других людей, порождает возвышенность, порождает вот эту корону. И эта корона не позволяет людям уже в взрослой жизни проявлять эмпатию по отношению к другим. Из-за этого я не рассматриваю свои поступки с точки зрения, а не нарушу ли я ничьи права этим. Вот можно с другой стороны рассмотреть, даже если нарушу. Ну вот, нарушу я чьи-то права. Ну и что? Если нет внутреннего блока, если нет внутреннего, не знаю, стержня, который не позволит это сделать, если нет, например, веры или религиозности, или какой-то веры в карму, что вот я нарушу его права сейчас, а потом кто-нибудь мои права нарушит. Если этого нет, то нет никаких тормозов. Ну вот, получается, с детства важно вот эти какие-то рамки устанавливать, объяснять ребенку. Но, допустим, если в семье этим не занимаются, может быть, было бы логично какие-то подобные вещи объяснять, я не знаю, в детском садике, в школе, в университете, допустим, отдельный блог какой-то выделить. Вот, допустим, я когда в детском садике была, вот мне воспитательница объяснила, что листочки, цветочки рвать нельзя. Ну, самое логичное объяснение для ребенка, потому что... Потому что им больно. Да, потому что им больно. Мне уже 21 год, я прекрасно понимаю, что, ну, по сути, никому не больно, но я понимаю, что делать это нельзя. Хотя вот, когда, допустим, я вижу, что кто-то рвет, у меня первая мысль, ему же больно. Вот. А есть ли в школе какие-нибудь предметы сейчас, которые как-то объясняют это детям? Какие есть правила общественного поведения? У нас вот были уроки советской этики, но они были необязательные, там очень-очень малое количество людей. Да, это больше про этикет, но там затрагивали немного темы общественного поведения. Ваш пример про цветочки очень хорошо показывает восприимчивость маленького человека, маленького ребенка. То есть пока ребенок маленький, ну, до половозрелости, допустим, абсолютно на серьезных щах можно ему объяснять, что цветочку реально больно, и это в нем так отложится, ну, можно сказать, там, такая хорошая психологическая травма. То есть это... Они бывают хорошие? Ну, технически это травма, потому что она со словом «боль», и она вот отзывается, триггерит у вас, но она приводит к хорошим последствиям сейчас. Ну, наверное. Но вообще, если бы, наверное, мне сказали, что нельзя рвать цветочек, потому что, я не знаю, ну, просто ты его сорвешь, никто не сможет им любоваться, или придется сажать другой цветочек, то я бы рвала. А так объяснить на доступном маленькому ребенку языке то, что нужно. И так можно и нужно объяснять не только про цветочки, так можно объяснять и про других людей. Довольно часто можно встретить такой прием в садиках или в младшей школе, что вот кто-то кого-то стукнул случайно или специально, а потом воспитательница или учительница вот их вот прям вот так вот сажает рядом и говорит, вот извинись перед ним. И он сидит, выдавливает у себя, извини, меня... А насколько это эффективно? Вот это же как будто просто отписка. Вопрос, да. Извини, ну ладно, все. В младшем возрасте это может и прокатит. То есть совсем когда это садик. Но уже в школе, особенно там в какой-нибудь средней школе, даже там начиная с 3-го, 4-го класса, ну нет, это просто два актера играют в свою игру, они все равно друг друга ненавидят и скоро все равно подерутся еще раз. Вот. Но такие методы вот прям прямого доставления в мозг информации о том, что какие-то вещи это хорошо, какие-то вещи это плохо, они работают, но для них должен быть адекватный доставщик. То есть воспитательница, которая вам рассказала про больно цветточкам, она, ну как, у нее у самой это есть. У нее у самой есть представление, а хорошо-плохо, у самой есть представление о том, что можно, что нельзя, и она это может транслировать. То есть чтобы мы транслировали что-то детям, неважно, это будет в садике, в школе, в универе, мы сами должны обладать такими качествами, такими свойствами. Мы сами должны в себе развивать чуткость, эмпатию, внимание к другим людям, терпимость к их ошибкам. Детям не так хорошо работает так можно делать, так нельзя делать. Детям хорошо работает я сам как-то делаю, не озвучивая это. Они это видят, эту модель перенимают. То есть если я им скажу, нужно после столовой относить тарелки, где там их моют эти тарелки, это одно. Если я на протяжении года вместе с ними буду в столовке ходить на обед, а потом буду прилежно эту тарелку с собой брать и относить, куда ее моют, они это будут видеть. Это будет гораздо эффективнее, чем то, что я им просто скажу. Также и с вниманием и чуткостью к другим людям. Если мы просто будем на уроках говорить, ну слушайте, сегодняшняя тема взаимоуважения, они это будут воспринимать как сегодняшняя тема гипотенузы. Скорее всего, это нам не понадобится, но давайте контрольные спишем и сдадим. Сегодняшняя тема сидим в телефоне. Взаимоуважение, оно решается в моменте. Если есть, это именно такой воспитательный кейс, конфликт какой-то, основанный на отсутствии уважения, на вот этом принижении, на нарушении чьих-то прав, на нарушении ну чьих-то свобод, назовем, я на это должен как-то реагировать. Я должен направить это в нужное русло. Я должен объяснить, как надо, как не надо. В зависимости от уровня осознанности ребят класса, я должен объяснить им, почему так надо. Но делать это опять отдельным уроком, это будет очень похоже на разговоры о важном, которые вроде как дети слушают, но это все равно, что они их и не слушают. Ну, вообще, я недавно была школицей, и могу сказать, что дети не слушают. Где ты? Потому что, когда человека бьешь по голове чем-то, я не знаю, бывает, в некоторых школах прям заставляют учить историю, дети, у них потом все сразу из головы вылетает, и они об истории не знают ровным счетом ничего. А вот вообще, если говорить о подрастающем поколении, понятно, что как-то педагоги, учителя этим вопросом занимаются, ну вот если говорить о взрослых людях, можно как-то на них воздействовать? Я много думала об этом, и мне кажется, возможно, какая-то социальная реклама могла бы помочь, я не знаю, разметки на медиапанелях. Ну, чисто... социальную рекламу? Нет, у нас же... Нет, бывает вирусная социальная реклама, которая, я не знаю, через юмор как-то показывает, потому что для каждого поколения как будто бы надо адаптировать методы того, как можно донести правила общественного поведения. Или, допустим, ну, лично у меня, если бегущий с такой где-нибудь в общественном транспорте что-то бежит, она у меня в голове просто откладывается, не обязательно я это воспринимаю сейчас, но потом она у меня в голове может всплыть, и я такая, да, прикольно, да, наверное, так и надо делать. Но вообще у нас очень развита таблоидная слепота, рекламная слепота, что вот обвесьте тут все стены мерцающими лампочками, будь уважительным другим людям. Ну, не так уж. Ну, понятно, понятно. Это прям слишком в лоб. Самый, самый лучший способ, который работает в 100% случаев, это когда, ну, ну, как, назовем это, карма играет в твою сторону. Допустим, едет скорая куда-то, реанимация, ребенок сигналит, все как положено, самая жесть. Заезжает в пробку. У нас в России нет такого прямо поголовного, что нужно в лепешку расшибиться, эту скорую пропустить, потому что человеческая жизнь превыше всего. Ну, нет у нас такого. Где-то пропустят, где-то не пропустят. Если получается, пропускают. Если все и так в пробке стоят, ну, куда я вот денусь, передо мной машину, вот ей предъявляйте, а я че, я ничего. Вот такое будет, скорее всего. До тех пор, пока эта скорая не будет ехать к твоему ребенку. Вот тогда ты абсолютно по-другому смотришь на эти вещи. Есть несколько кейсов, когда после таких случаев родители скупали билборды на этих дорогах, на этих пробках, и писали туда что-то из разряда «Вот это Алешенька, ему было полтора года, и такого-то числа он умер, потому что вы, уроды, не пропускали скорую». Когда ты пешеход, ты винишь автомобилистов, предъявляешь им претензии. Когда ты автомобилист, ты предъявляешь пешеходам. Велосипедисты, мотоциклисты, пока ты не сядешь за руль велосипеда, пока ты не сядешь за руль мотоцикла, ты ни за что не поймешь, почему они себя так ведут. И уж точно ты перестанешь предъявлять им претензии, потому что теперь ты понимаешь. Вот один из способов, как во взрослом человеке воспитать эмпатию и чувствительность к другим людям, поставить его на это место. Не обязательно плохим способом, не обязательно так, чтобы он страдал, но просто поставить его на это место. Есть в какой-то юго-восточной стране, кажется, во Вьетнаме, есть такая интересная практика, водителей автобусов сажают на велосипед, на велотренажер, чтобы он на месте педалировал. И мимо них на полной скорости пролетает автобус. Их же автобус. Ну, то есть уже с другим водителем. И там вот держат даже дистанцию полметра, но все равно водители автобусов, сидя на этом велотренажере, они прямо сжимаются, они прямо некоторые падают с этого велосипеда, потому что им кажется, что автобус слишком близко. Вот так воспитывают водителей автобусов. Это проецируется на все. Рюкзак в метро. Вот когда у тебя будет, не знаю, жена, маленький ребенок, или ты когда-то с пожилой мамой поедешь в больницу, и вот ты заводишь ее в метро, и вокруг стоят какие-то пацаны с рюкзаками, и этими рюкзаками толкают твою маму, ну ты по-другому к этому относишься уже. Ты, если тебе повезет, ты это спроецируешь на себя. Ты скажешь, блин, а я ведь тоже так делаю. А если не повезет, ты просто подумаешь, вот они все уроды. Тут многое от человека зависит. Но вот эта вот история про поставить себя на место другого, она должна всеми возможными способами пропагандироваться, начиная с самого раннего возраста. Правила общественного поведения это лишь верхушка айсберга. Все вот эти уродские, невежливые, неправильные поступки, которые мы видим в обществе, это все верхушка айсберга. В корне всего этого отсутствие эмпатии у людей, отсутствие терпимости к другим людям. Особенно это относится к терпимости к ошибкам, вот до этого тоже упоминали. Тут есть очень четкое правило, и его тоже следует на всех возможных уровнях постоянно пропагандировать, лоббировать. В первую очередь будь для другого человека адвокатом, а уже потом прокурором. Если ты видишь, что какой-то человек даже нарушил твои права, вот как вы говорите, иду, и вот стоит пробка из людей, придумайте несколько причин, почему они так могут делать. Причин, именно оправдательных причин, что, ну, наверное, они не местные, ну, наверное, они, ну, еще глупые, ну, не знаю. У них внезапно случился паралич, они не могут сдвинуться. Если это вам поможет, можно и так. Но я к тому, что если каждый человек в себе будет стараться воспитывать в первую очередь адвоката, в первую очередь будет пытаться оправдывать людей, которые косячат вокруг него, представьте, каждый так будет делать. Ну, это же на сколько развитое общество будет. Это очень удобно. А представьте, что все так будут. Но для этого нужно, чтобы вы тоже так делали. Для этого нужно, чтобы вы тоже были в этом плане зрелой личностью. Для этого нужно, чтобы вы не искали ошибки в других, а жили свою жизнь, обращали внимание на свои поступки, на свои действия, не зависели от окружающих, но в то же время были чуткими к ним. Это одна из, наверное, очень высоких ступеней развития личности. Но даже вот если человек-ампад, он же может думать, что, допустим, некоторые правила устарели, и у него несколько иное мышление по отношению к тому, как этот человек может сейчас думать. Ну, допустим, возьмем тот же самый общественный транспорт, человек сидит там, и больше сидячих мест нет, заходит женщина, и он в своей голове вспоминает все эти случаи, когда женщины ужасно оскорблялись от того, что им предложили присесть. И он такой, ну ладно, вставать не буду, даже предлагать не буду. Слушайте, это беда современного общества. Я буду звучать очень консервативным, но на каком-то этапе наше общество вот в этом направлении свернуло не туда. Я согласна. Потому что действительно, вот сейчас, даже в России, даже в Татарстане, если я буду сидеть в троллейбусе, трамвая, там еще где-то, сидеть, и зайдет девушка, именно девушка или молодая женщина, я вот подумаю. Я реально подумаю, потому что, ну, как вы говорите, есть прецеденты, и я с этим как-то должен жить. Но в то же время я не хочу быть тем родом, который, типа, в наушниках типа спит, на самом деле не спит, просто вот... Это у всех одинаковые методы, да? Видишь, что кто-то зашел, такой... Но я так тоже не хочу. Я понимаю, что, ну... Ты уже сам себя клоуном чувствуешь, такие моменты. И вот ты такой, если я не уступлю ей нехороший человек, если я уступлю ей, блин, тоже как будто буду нехороший человек. Но здесь как будто феминизм просто доходит до какого-то абсурда. Вот мне бы вообще не обидно было, если бы мне предложили присесть. Теперь я и все наши зрители это знаем, если мы увидим вас в транспорте. Дорогие зрители, нам не обидно. Вы просто предложите. Если не захотим сесть, мы просто скажем, нет, спасибо, я постою. С другой стороны, я встану, уйду куда-то в другой угол, подальше от этих опасных женщин. Мир настолько сильно поменялся, что ты не особо и знаешь, кому что можно говорить, кому что можно делать, как ты кого оскорбишь, не всегда понятно. Но все равно что-то похожее на стандартность, на вот так, как будто у нас принято, или там было принято, пускай оно примерно так и будет продолжаться. Но здесь важно не только как бы улучшать мир вокруг себя, но и, наверное, не давать какую-то слабину в моментах, когда, ну я не знаю, ты идешь, у тебя в руке, я не знаю, банально фантик, очень много таких ситуаций видела, и человек смотрит, там мусорка где-то за километр, стоит он такой, ну ничего страшного, и кидает. Это, знаете, вот как есть социологическая теория, американские социологи ее зафиксировали, теория разбитого окна. То есть, если в доме есть одно разбитое окно, очень скоро в доме будут разбиты все окна. И здесь как будто бы точно так же, если мы не будем позволять себе какое-то некорректное поведение, просто потому что там нам в этот момент неудобно поступить корректно, или еще что-то, как будто бы мы можем разорвать порочный круг, и общество вообще не все потеряно будет. Ну конечно, конечно. Тут видите тоже же ситуация очень-очень комплексная. К этому нужно подходить и со стороны воспитания, и со стороны банального, не знаю, в данном случае градоуправления. То есть, довольно часто люди вынуждены оставлять мусор где попало, потому что, ну нет урн. Ну вот целый парк, две урны, на одном входе, на другом входе. И все они забиты. Да, да. А и... Ну как, ну вот я хочу, я вот прям реально хочу куда-нибудь ее выкинуть вот прямо в урну. Все, что я могу сделать, это положить ее в себе в рюкзак, в сумку, с собой унести до какой-нибудь другой урны. Это вариант для терпеливого человека, у которого есть где нести. А может быть такое, что мне неудобно это делать, может быть такое, что вот я планировал вообще-то вот здесь это в урну выкинуть, а не таскать это с собой. Вот. А я эту урну не нашел, или эта урна была забита, и я просто на землю рядом положил. А там, где один стакан или бутылка на земле, там и второй. Там и уже не рядом с урной, а и везде. И вот начинается. То есть, нужно не просто давить на людей. Нужно создавать условия для того, чтобы это было реализуемо. Если мы говорим про, не знаю, диких велосипедистов, которые туда-сюда снуют, ну, нужно сделать им велодорожку. Но велодорожки сделали, теперь по ним пешеходы ходят. Я говорю, давайте мы их будем коленями на горох. Раз постоял, так и все, и больше не ходишь по велодорожкам. Ну, это же опасно. Ну, то есть, тебя могут сбить. Это не потому, что нам так жалко. Ну, мы специально так сделали, чтобы и велосипедистам было комфортно, и пешеходам. Я думаю, со временем оно придет в норму. То есть, мы еще только-только начинаем чувствовать, каково это, что вот здесь велодорожка, мне на нее не надо соваться. Но у нас все еще не хватает вот этих тонкостей, мелочей, что вот чтобы на велодорожку не совались пешеходы, ну, по-хорошему, ее нужно чем-нибудь отделить. Какими-то там кустиками, красивыми, аккуратненькими. Ну, конечно, разметку сделать, потому что я как-то раз была в Москве, и там, ну, как бы есть велодорожка, разделен тротуар на две части. Но непонятно, какая часть это велодорожка. И я просто иду, вроде люди с этой стороны идут. Ладно, буду здесь идти. Смотрю, в другую часть дороги люди по другой идут. Ну, я думаю, ну, я, наверное, не сильно обижу людей, если просто буду идти по центру, чтобы, если что, на одну сторону перескочить или на другую. Мы придем к норме. Есть огромное количество стран, где все это работает очень хорошо. И мы большими шагами к этому движемся. У нас есть такой положительный эффект низкой базы. То есть то, к чему мы приходим, уже где-то это было. Вот эти бесполезнейшие казанские пробки, они лет 30-40 назад запланили всю Европу. Потом там ребята решили, нет, мы не хотим много машин, мы сделаем вот эту улицу пешеходную, и вот эту улицу пешеходную, и вот эту улицу пешеходную. Автомобилисты повозникали, повозникали, потом, да, в принципе, норм. И вот уже можно на эти пешеходные улицы детей выводить гулять, и вот это уже общественное пространство. И у нас это потихоньку происходит. Есть города, особенно небольшие города даже в Татарстане, типа там Альметьевска, там вот этого района, Челнов в Казани, тоже есть, не такими темпами, не так заметно, но есть, когда, ну, действительно, что-то делается для людей, что-то делается настолько удобно, что ты просто там не будешь нарушать ничего, потому что, не знаю, условно, тротуар широченный, но там хоть ты, хоть 20 человек пробку сделай, все равно можно будет еще пройти. Места под парковку такие, места такие под парковку, что ты не можешь так припарковаться, чтобы мешать там коляскам еще кому-то. Вот так оно все сделано, и когда это комплексно, то есть создается условие, и есть внутреннее понимание человека, вот это ключ к тому, что правила общественного поведения, чуткость к чужим правам будут соблюдаться, ну, на каком-то высоком уровне в нашем обществе тоже. Айнур Васильевич, большое спасибо за беседу. Я думаю, что тема правил общественного поведения не закрыта, она может развиваться бесконечно, но думаю, что когда-нибудь мы с умилением будем вспоминать о том, как кто-то раньше не снимал рюкзаки в общественном транспорте, внезапно звонил по видео. Ну, и если у вас эта тема вызывает отклик, пожалуйста, пишите нам в социальные сети, отправляйте письма нам в редакцию. В студии была Маргарита Михайлова и Айнур Хадеев. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова